В автопроме есть свои традиции. Скажем, АвтоВАЗ каждое лето с конца июля по середину августа полностью останавливает конвейеры ради трехнедельного коллективного отпуска. За это время вспомогательные службы обслуживали и ремонтировали станки и линии, а если надо, то готовили производство под запуск новых моделей и модификаций. В этом году традицию придется нарушить. Общекорпоративный отдых случится весной, с 4 по 24 апреля. Предполагается, что несколько недель простоя позволят накопить запас деталей для более стабильной работы обоих заводов. Работать продолжит только научно-технический центр компании, который разрабатывает новые модели, а также инфраструктурные, логистические и некоторые дочерние предприятия. В прошлом году американская фирма «Бремак» выдала серьезно курьезную новость, вознамерившись вывести внедорожники УАЗ на рынок Соединенных Штатов. Причем сертифицировать и продавать машины американцы планировали своими силами. УАЗ «Патриот» хотели предлагать под именем «Бремак Таос», а родственный ему пикап «Бремак Брио». Что логично, англоязычный бренд «Патриот» закреплен за маркой «Джип». Каким образом фермачи надеялись довести древний заволжский атмосферник до строгих штатовских эко-норм, оставалось загадкой. Еще более удивительной была заявленная гарантия 5 лет или 60 тысяч миль, а на трансмиссию 10 лет или 120 тысяч миль. Между тем, под эту идею «Бремак» якобы собрал множество предзаказов, которые будут расторгнуты. По очевидным причинам компания решила отказаться от сотрудничества с российским автозаводом. И еще про сотрудничество. После того, как «Даймлер» заморозил отношения с КАМАЗом, в набережных Челнах возникла проблема. Так новое поколение грузовиков К5 оказалось без импортных комплектующих. И даже компьютерные программы, управлявшие сварочными роботами, заблокированы. По последним данным, чтобы найти адекватную замену заграничным компонентам, уйдет около года. Выпуск первых импортозамещенных машин намечен на январь будущего 2023 года, что довольно скоро, учитывая стоящие перед заводом сложности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова